Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие братья и сестры, здравствуйте! Христос Воскресе! Тема нашего сегодняшнего разговора – книга «Второзаконие», «Поеврейские слова», «Деварим», глава 28-я. И вот эта глава, которая будет предметом нашего чтения, комментирования, толкования, является довольно сложной для понимания каждым христианинам, потому что в этой главе уделяется очень большое внимание. Вообще глава очень большая, имеет 70 почти стихов, и добрая даже не половина, а три четверти этой главы посвящены тому, что Бог кому-то обещает проклятие, Бог кого-то проклинает. И вот в этом, конечно же, отношении эта глава является сложноватой для понимания каждым верующим христианинам, человеком, знакомым с идеалами о божестве, понятием о Боге, которые основаны на новозаветном мучении. Боге, который прощает, милует, жертвует своим сыном, снисходит к нам, спасая человека, инициируя это действие спасения. И вот как же нам сейчас понимать эту главу, где есть проклятие, инициатором которого является сам Бог всемогущий. Ну давайте начнем мы с чего-то простого, а к концу нашего разговора, нашего чтения придем к мысли о том, как нам все-таки можно, христианам, воспринимать эти стихи как часть Божьего слова, Библии, как то, что Бог до сегодняшнего дня говорит нам, сообщает каждому из нас. Итак, о чем эта глава? Она о том, что Бог обещает Израилю два пути. Путь благословения и путь проклятия. И вот как будто бы каждый еврей в своей жизни выбирает один из этих двух вариантов жизни. Вот. Поступаешь так, и описано, как поступаешь, значит, тебя ждет благословение. Что такое благословение? Когда вся твоя жизнь, твоя жизнь общественная, политическая, военная, социальная, семейная, оказывается местом процветания, торжества. Короче, там все хорошо складывается. Другой вариант. Не избираешь следование Божьим заветам, заповедям, словам и так далее. Идешь по пути, когда ты как будто бы сам себе голова. И в этом отношении тебя ждут проклятия. Когда все, что я сказал выше, семейные отношения, экономическая ситуация, политика, внешняя политика, устройство самого общества, все бывает как-то не так. Как не так? Ну, плохо, короче, все бывает. Все не получается. Сеешь, как там написано, сеешь зерно, но не собираешь урожай. Выращиваешь виноградник, но не пьешь вина. Короче, все не так. И вот когда все не так, это называется на языке Ветхого Завета проклятие. Бог как будто бы тебя проклинает. А вообще, Бог может кого-то проклинать, дорогие друзья. Но вот в нашем христианском понимании так все устроено. Инициатором добра, благословения, счастья, просветания является Бог. Бог Небесный, Бог Всемогущий, Отец Всего Живого, Отец Наш Небесный. С другой стороны, есть какой-то дьявол, сатана, который является инициатором, первоисточником всего дурного, плохого. Болезни, вирусы, бедствия, засуха, мор, войны, землетрясения и так далее. И вот возникает такая картина, которая философски может быть названа как какое-то подобие дуализма. Есть два начала, они друг с другом до поры до времени как будто бы соревнуются, борются. Все доброе исходит от Бога и все злое исходит от противника Бога, дьявола. Но, дорогие друзья, даже вот в этом моем рассказе мы понимаем, что в этой схеме тоже не все так чисто. Потому что действительно, на самом деле, и Библия этому учит, нет никого подобного Богу. Нет никого как Бог и никакого второго центра во вселенной, не то что равного, а какого-то соразмерного, вот соразмерного Богу, не может быть. В отношении своего могущества дьявола ни в каком отношении не является подобным Богу. Бог всемогущ, а дьявол какую-то имеет власть до поры до времени. Так вот, в Ветхом Завете ситуация была другой. Богу нужно было сообщить народу израильскому, обществу израильскому, каждому еврею, что инициатором всего, что бывает в твоей жизни, о еврей, являюсь лишь я, Бог твоих отцов Авраама, Исаака и Якова. И никаких других центров власти, каких-то объектов или субъектов влияния, помогающих тебе, мешающих тебе, кроме меня, небесного Бога, нет и не может быть. Никакие не Астарты, никакие не Ваалы, никакие Мардуки, никакие боги Ра и прочие божества окружающего мира не обладают над тобой никакой властью. И в этой перспективе абсолютно все, что бывает в твоей жизни, и хорошее, и дурное, исходит от одного Бога. Как можно назвать то, что от Бога исходит? Но вот то, что хорошее, это является благословение. То, что плохое, называется проклятие. Слово такое, конечно же, коробище, царапающее наши христианские уши. Как это Бог и проклятие? Как это ты проклят Богом? Вот нам это тяжело понять, но это все-таки является частью Божьего Слова. И понять придется. Что нам должно быть понятным, ясным, когда мы начнем читать эти самые стихи главы 28? Ну вот ряд очень важных вещей. Во-первых, и это выделяет очень хорошо, этот текст среди других текстов Древнего Ближнего Востока, в этом тексте Бог поступает рационально и предсказуемо. Его поведение мотивировано, мотивировано твоим, ой, еврей, поведением. Вот так. Не как другие боги поступает Бог Израилев. Другие боги, они эмоциональны, поступают спонтанно, как какие-то действуют, как какие-то даже психопаты, как какие-то маньяки. Они просыпаются утром и думают, «Чего бы такого сделать с этими людишками?» И часто мифы описывают именно такое поведение божеств языческого мира. Но бог Израилев так не поступает. У него все логично и рационально. Соблюдаешь правила – все хорошо. Правила не соблюдаешь. Но, увы, все плохо, потому что ты отказываешься от того, чтобы иметь своим другом источник Бога, являющегося источником изобилия и процветания, вывода всего этого дела. Ты оказываешься в ситуации вынужденного какого-то самоуправства, а когда мы сами собой управляем, мы разваливаемся. И поэтому ничего у тебя в твоей жизни и не получается. И в этом отношении ты являешься объектом Божьего проклятия. Еще одна очень важная вещь, когда мы будем читать эти стихи, это текст, внимание в этих текстах не уделяется, как правило, одному человеку, израильтянину, нект. Субъектом, решащим и поступающим праведно, является народ, является племя, является община. В этом отношении тем, кого Бог спасает, благословляет или проклинает, наоборот, обрекает на бедствие, является тоже не отдельный человек, там Яков, Авраам, не знаю, Ахав и так далее, но является все общество. Бог спасает народ. И это очень такая, друзья, сильная вещь, помогающая нам получить утешение, потому что Бог спасает своих, Бог спасает свой народ, Бог спасает Израиль, ветхий или новый, и поэтому можно, ну, частично успокоиться, да, потому что от нас не все в этом отношении зависит. Последняя очень важная вещь, когда мы будем читать, вот, все комментаторы отмечают, очень деталь важную, благословение и проклятие, да, но вот благословением уделено четверть всего текста, а именно стихов примерно 12, да, все остальные около 45 стихов, то есть в три раза больше, это есть подробное описание того, что будет плохо, да, описание проклятия, описание жизни под проклятием Божьим, вот, как вот эту диспропорцию можно осознать, осознать. Ну вот, есть такой подход, как можно все это объяснить, дело в том, что книга «Второзаконие» книга, посвященная повторению, книга, которая связана с научением, наставлением, с педагогикой, и в этом отношении описание возможных будущих каких-то бедствий является до сегодняшнего дня популярным инструментом воспитания, будь то узкое такого семейного или более широкого в классе, в школе и так далее, в общественных каких-то дискуссиях, то есть люди часто описывают возможные негативные последствия от того или иного действия, чтобы предотвратить или не допустить то или иное поведение. Вот, ну это такие общие слова, введение в наше сегодняшнее чтение, дальше будем читать, комментариев тут будет не очень много, потому что в основном это будет просто описание человеческой жизни, идущей хорошо, правильно или плохо, неправильно, и там все будет довольно понятно. Ну, начинаем читать с введения в главу 28-ю. Итак, вот слова Моисея. Если вы будете слушаться Господа, вашего Бога, и строго соблюдать и исполнять все его повеления, которые я возвещаю вам ныне, то Господь ваш Бог возвысит вас над всеми народами. Вот, видите, первое обещание, видите, опять же, два пути, если А, то Б, если С, то Д. Да, вот, если все будет хорошо, будете, значит, слушаться Господа вашего Бога. Дальше, соблюдать и исполнять его повеления, вот, заповеди, много слов, которые описывают, то, что Бог сказал, то есть, короче, Божий стандарт поведения, Божий стандарт жизни, то Бог вас возвысит над всеми народами, вы будете во главе всех народов. Ну, вот, как нам понять такое обещание? Видите, с этого начинается. Но, с другой стороны, почему бы нет? Да, евреи, народ всегда был маленький, такой немножко периферийный, никакой никогда у него не было ни империи, никакого-то могучего царства, всегда это была держава второго-третьего порядка, да, это была вторая-третья лига игроков, скажем так. Никогда он не был полноправным соперником могучих держав Древнего Востока. И в этом отношении мечты о том, чтобы однажды оказаться наверху этой пирамиды народов, это была мечта совершенно понятная и логичная, да. Бог сделает так с нами, что мы, люди, вроде бы ничего не значащие, благодаря Богу однажды окажемся во главе всех народов. И, дорогие друзья, кто скажет, что это не исполнилось, да, кто скажет, что все это, понимаете, Бог забыл это обещание. Если мы обратимся к истории человечества и подумаем, а что сейчас стало державами Древнего Востока, да, вот где ассирийцы, где вавилоняне, где персы. Ну, персы есть, да, вот персы есть до сегодняшнего дня. Это Иран, но другие персы, да. Дальше, где вот те вот египтяне, которые племя фараонов, фараонов народ, да. Дальше, где древние греки, где древние римляне, где вот эти былые могучие царства, они находятся в музеях, вот, в Лувре, в Эрмитаже, в других крупнейших музеях нашей планеты. Можно найти, познакомиться, встретиться с остатками и останками этих империй. А где находятся сейчас люди Израиля, ветховарьного Израиля? И воистину, значит, основной культурой, формой цивилизации, в настоящее время господствующей, доминирующей в нашей ситуации является культура, мировоззрение, матрица, коренящаяся именно в этих текстах. Короче, в настоящее время Бог возвысил свой народ и поставил его во голове всех других народов. Надолго ли мы не знаем? Знает лишь Бог. Итак, вот благословения, которые снизойдут на тебя и сбудутся, если ты будешь слушаться Господа твоего Бога. Видите, благословения снизойдут, да, потому что они от Бога все идут. Ничего не может человек благословить, никакие-то силы, а не какие-то стихии земные. Это не в их власти. Благословение – прерогатива Бога. И Бог свое благословение не спосылает сверху. Итак, благословен ты будешь в городе, и благословен ты будешь в поле. Ну, две формы жизни до сегодняшнего дня, они основные. Это есть обитание в городах, городская жизнь, и обитание, ну, написано в поле, ну, это можно назвать крестьянское, аграрное житие. Благословенно будет твое потомство. Все понятно, да, о ком умолимся в церкви до сегодняшнего дня, о детях и внуках, о братьях и родителях, да, вот твой род будет благословен, и урожай твоей земли, и приплод твоего скота, приплод коров, приплод овец и коз. Ну, вот твоя экономика, твое богатство, оно будет умножаться. Благословенны будут твоя корзина и твоя квашня, то есть, хлеб будет, запасы будут. Благословен ты будешь, когда придешь домой, и благословен, когда выйдешь из дома. То есть, не будет такого, что дома все хорошо, а выйдешь, все плохо. Или наоборот, на работе все хорошо, приходишь домой, и там все ужасно, творится настоящий сущий ад. Не будет такого. И дома, и вне дома будет над тобой почивать благословение Божье. Господь делает так, что вы разобьете врагов, которые на вас нападут, по одной дороге пойдут, но они на вас, и побегут от вас по семи дорогам. Ну вот уже переходим к описанию таких вот глобальных процессов, и окажется, что все враги Израиля, они вот будут идти одной, понимаете, колонной, по одной дороге, к какому-то шоссе, магистрали, вот такие вот могучие воины, твердый шаг, а побегут уже от вас в рассыпную, скрываясь от вашего могущества, от вашего войска по тропинкам, по каким-то дорогам проселочным и так далее. Господь не спошлет на вас благословение, на ваши амбары, на все ваши труды. Господь ваш Бог благословит вас на земле, которую Он отдает вам. Господь делает вас своим святым народом, как Он поклялся вам, если вы будете исполнять повеление Господа, вашего Бога, и ходить путями Его. Вот это условие, видите, опять повторяется, если то, если будете исполнять повеление Божье, Божье, и ходить по путям Бога, то вот будет так. Враги от вас побегут, ваши амбары, ваши жительницы будут благословлены Богом, и ваши корзины, и ваши квашня тоже будут объектом Божьего благословения. Друзья, это очень важная вещь. Каждый элемент нашей жизни может быть объектом Божьего благословения и проклятия. Вот наш автомобиль, наше чрево вашей жены, работа, вот, не знаю, ваше хобби, это может быть все быть объектом Божьего благословения или Божьего проклятия. И вот тут, вот видите, очень важная вещь. Исход, вот как написано, видите, это не наше, это учение Моисеева, да, вот, как будто бы автором своей жизни являешься ты человек, ты сам выбираешь, как тебе идти, путем правды или путем кривды. Вот, и Бог как будто бы говорит, ну, хорошо, раз так, то так, раз по-другому, то будет иначе. Тогда все народы с земли увидят, что над вами провозглашено имя Господа, и да будут вас бояться. Господь пошлет вам все в изобилии и потомство, и приплод скота, и урожай на полях, на той земле, которую Господь обещал отдать вам, поклявшись в этом отцам вашим. Господь откроет ради вас свою богатую сокровищницу, небо, и в срок пошлет дождь в вашей земле и благословит ваши все труды. Вы будете давать взаймы многим народам, и сами не будете брать в долг. Тут, видите, такой есть момент, такая мысль, вам будет хватать на самих и на окружающих. Вот не то, что вот вы будете наживаться на окружающих народах, будете народом-банкиром. Тут, видите, не было банков, поэтому нет и идеологии народа-банкира. А что было? А вот было так, что ты можешь обеспечивать себя и еще давать в долг нуждающимся в том людям и народам. Видите, тут нет никакого какого-то презрения к народам-окружающим, какой-то эксплуатации, нет идеологии народа-банкира, потому что нет и не было самих банков. А что есть? А есть вот такая мысль, что у тебя есть и на себя, и ты можешь помочь окружающим людям и народам дать им деньги в долг, честно, под известные им проценты. «Господь делает вас головою, а не хвостом. Вы всегда будете наверху, а не внизу, если будете слушаться по велению Господа вашего Бога, который я возвещаю вам ныне, строго соблюдать, исполнять их». Ну, друзья, это все исполнилось. Это все исполнилось в жизни западного мира. Однажды христиане были действительно не хвостом, а головой. И в этом отношении люди Писания, люди Библии, люди Израильские в таком широком понимании однажды были головой, а не хвостом всего мира. И в этом отношении слова, которые мы читаем здесь, читаем сейчас, они однажды уже исполнились. «Если не будете уклоняться ни вправо, ни влево от всех заповедей, которые я возвещаю вам ныне, если не пойдете за другими богами, не станете им служить». Заканчивается часть первая этой главы, посвященная описанию благословений. Видите, ну, резюмируем, что будет у вас хорошо. У вас все будет хорошо в вашей жизни семейной, благословения на приплод скота, на корзину, на квашню, на вашу житницу. Вот твоя семейная жизнь будет благословлена, будет всего вдоволь. И поднимаем, увеличиваем масштаб, на все общество. Общество само будет жить жизнью, исполненной изобилия, довольства. Оно будет находиться в почете, даже больше в каком-то почитании окружающих народов. и после этого начинается вот огромных таких вот три страницы, посвященных описанию того, что Бог поступит иначе, если вы пойдете по другому пути, по пути небожьему и неправильному. И вот читаем эти довольно такие строгие, суровые, жестокие слова. В этих словах есть очень такая грустная мысль, посвященная осмыслению своей истории, потому что все, что мы прочитаем здесь, завоевание, засуха, примеры осады, чудоедство наконец, это все было в истории Израиля. И вот в этом отношении это есть просто такая постфактум рефлексия о том, что было однажды с нами в нашей истории. Все это было, к сожалению, потому что мы были объектами однажды и божьего проклятия тоже. Венцом этого проклятия, его самым сильным эффектом является то, что мы оказались народом находящимся в изгнании, народом изгнания, изгнанником. Вот, друзья. Мы читаем сейчас, видите, пятикнижья, это есть такой национальный эпос, так часто называется жанр всех этих книг, глав, это национальный эпос. Так вот, обычно в национальном эпосе описывается одна сторона медали. Какие мы были могучие, великие, торжествующие, какие мы были однажды молодцы, все было у нас хорошо. А и все эпосы всех стран, всех народов именно такого рода. Но вот тут мы находим очень необычный эпос, очень трезвый, полный какого-то самоосуждения, что ли, аутоагрессии, описания своей проклятой жизни. И в этом отношении этот текст является очень ценным, потому что хотелось, видимо, кому-то убрать все это, вычеркнуть, при переписывании не сохранить этих тяжелых, обрекающих евреев на действия Божьего проклятия стихов. Но нет, сохранили все, переписали все, и в этом отношении мы имеем дело с чем-то большим, чем банально национальный эпос. Мы имеем дело, во-первых, с литературой серьезной, литературой такой зрелой, во-вторых, мы имеем дело, ну, в этом все верующие убеждены, с Божьим словом. Итак, «А вот проклятия, которые падут на тебя и сбудутся, если ты не станешь слушаться Господа твоего Бога. Не будешь строго соблюдать и исполнять все его повеления и предписания, которые я возвещаю тебе ныне». Вот, прелюдия, да, вступление. И вот читаем дальше проклятие. «Проклят ты будешь в городе и проклят в поле». Ну, это вы видите, как это все, как вторая часть появилась. И с первой части берутся какие-то понятия и переворачиваются. Там было, ты будешь в поле в городе благоставлен, здесь проклят. То есть, все то же самое, твоя жизнь, как будто бы фактура ее не меняется, но знак плюс меняется на знак минус. Там было все хорошо, здесь все плохо. «Прокляты будут твоя корзина и твоя квашня». Мы читали об этом выше. «Проклято будет твое потомство и урожай твоей земли и приплод коров и приплод овец и коз». То есть, все будет плохо с потомством, с урожаем, с приплодом. Все будет как-то не так. «Проклят ты будешь, когда придешь домой и проклят, когда выйдешь из дома. Господь пошлет на вас проклятие и смятение и осуждение во всех ваших трудах и делах и будете вы уничтожены, быстро погибнете из-за своих злых деяний, из-за того, что вы оставили меня». Видите, тут слова очень строгие, очень суровые, но все видите логично, да, не потому, что я Бог спонтанен или я зложелателен. Нет, просто потому, что вы выбрали путь под названием путь проклятия и с вами будет то, что вы как будто бы сами для своей жизни однажды и избрали. Господь нашлет на вас чуму и вы исчезнете с той земли, в которую вы идете, чтобы овладеть ею. Но вот начинается самая больная тема всего Ветхого Завета, тема изгнания, да, и вот это начинается описание этого события священной истории. Вы оттажды потеряете все то, что Бог благословляя вам дал. Землю, виноградники, поля, деревни, города, семьи, государство потеряете. Вот начинается описание всего этого вашего дальнейшего житья в ситуации плена и растения. Господь поразит вас чахоткой, горячкой и лихорадкой, жаром и засухой, суховеем и спорнией, и эти бельствия будут преследовать вас, пока не погубят. Ну вот, довольно стихи актуальны в наше время, да, откуда все бывает на земле, понимаете, нехорошее, вот чахотка, горячка, лихорадка, жар, засуха и так далее, спорния, это такие заразные для растений и болезни. Ну, для нашего понимания все сложно, да, потому что есть ябл, есть идея благого и немогущего делать странные вещи Бога, но для ветхозаветного мировоззрения все было гораздо более просто и однозначно, все от Бога, Бог посылает и благословение и проклятие, небо у вас над головой станет медным, а земля под ногами железной, ну вот это очень сильный образ, да, как ли так, небо медное, а земля железная, ну вот так вы будете жить в железном ящике, вот хорошо ли жить в железном ящике, где наверху медь, а под ногами железо, можно там выращивать виноградник, можно ли там выращивать оливковую рощу, там вообще удобно жить? Нет, ты живешь как будто бы в железном гробу, и это есть жизнь полное проклятие, Господь пошлет на вашу землю дождь из пыли, и дождь этот будет падать на вас с неба, пока вы не погибнете, да, видите, дождь, но из пыли, осадки, но губительные, Господь делает так, что враги разобьют вас, по одной дороге пойдете вы на них, и побежите от них по семи дорогам, это вот обратная ситуация, выше описывалось, когда враги на вас будут нападать, и убегут от вас по семи дорогам, здесь описывается ситуация обратная, вы будете неудачливыми завоевателями, трупы ваши станут добычей птиц небесных и зверей земных, которых некому будет отгонять, описывается ситуация ужасного бедствия, люди убиты, лежат на земле, некому их похоронить, и они оказываются пищей для тех, кто не может по закону Божьему их есть, животные не могут есть человека, а человек может есть животных, но тут, видите, все переворачивается, и птицы, и животные начинают пожирать мертвую плоть человека, Господь поразит тебя гипетскими нарывами, опухолями, паршой и чесоткой, и ты не сможешь излечиться, Господь поразит тебя безумием и слепотой, и спутаются твои мысли, вот, но описывается то, что ситуация проклятия, увеличивается количество людей, имеющих недуги, связанные с душевными разными процессами, душевно больные, сумасшедшие, да, вот, нервные разные заболевания, связанные с, ну, с безумием настоящим, средь бела дня ты будешь ходить на ощупь, как слепой во тьме, не будет тебе удачи в делах твоих, ты всегда будешь угнетен и обобран, и никто тебе не поможет, ты обручишься, но с твоей невестою ляжет другой, построишь дом, а жить в нем не будешь, насадишь виноградник, а урожа не соберешь, ну, вот, описывается самый страшный ужас человека, я делаю, я обручен, я строю дом, я сажаю виноградник, но все не мое, я не могу это все есть, не могу этим пользоваться, потому что это все другому уходит, отходит, твоего бука зарежут у тебя на глазах, но ты не вкусишь его мясо, твоего осла отнимут у тебя и уже не вернут, твои овцы и козы достанутся врагам твоим и никто тебе не поможет, твои сыновья и дочери будут отданы чужому народу и ты проглядишь все глаза день за днем ожидая их возвращения, но сделать ничего не сможешь, описывается очень такая мрачная ситуация, уже ужас описывается, твоих детей уводят в плен, народ завоеватель, народ поработитель, ты остаешься здесь и ты проводишь свои дни, недели, года своей жизни, ожидая их возвращения, но они не вернутся, это описание того, что было частью опыта много раз это было частью опыта народа еврейского, детей забирали, детей уводили в плен, в изгнание, на чужбину, в газовую камеру, и ты больше никогда их не видел, народ, о котором ты не знал, станет пожирать плоды твоей земли и все нажитое тобою, каждый день тебя будут угнетать и мучить, и ты сойдешь с ума от увиденного, господь поразит тебя страшными нарывами на коленях и голенях, и ты не сможешь издечиться, они покроют тебя от пят до макушки, ну какая-то описывается, друзья, болезнью, возможно, чума, нарывы какие-то, здесь описываются, эпидемия, короче, господь отведет вас вместе с царем, которого вы поставите над собой к народу, о котором ни вы, ни отцы ваши не знали, и там вы будете служить другим богам, камнем и деревяшкам. Ситуация изгнания, она как будто бы заставляет вас делать странные вещи, забыв о Боге Небесном почитать творение рук человеческих, почитать изделия из дерева, либо из камня, либо из металла. Ужасным примером притчей насмешищем будете вы для всех народов, которым изгонит вас Господь. Много семян посеете вы на поле, а хлеба соберете мало, потому что сожрет его саранча. Вы насадите виноградники и будете возировать их, а вина не выпьете, не запасете потому что виноград ваш будет съеден червьем. Видите, как будто бы все против еврея, и враг, завоеватель, и стихии воздушные, ждешь влагу, дождь, получаешь пыль, песок получаешь. Все против еврея, поедают твою плоть небесные птицы и пылевые звери, твой виноградник съедает червь, гармония между человеком и окружающим миром разрушена, уничтожена, и все против тебя, потому что это твоя жизнь, есть жизнь, которая как будто бы течет по реке под названием река проклятия, но ты сам выбираешь эту реку, вот в чем смысл этих слов, ты сам выбираешь путь, по которому тебе идти. По всей стране вашей будут расти оливковые деревья, а маслом вы не умаститесь, потому что оливки опадут. И тут тоже, да, все не так, вырастил, деревья есть, урожай есть, но и тут раньше времени они падают, не дозревают, и масла от них никакого не жди. У вас родятся сыновья и дочери, но они не останутся с вами, потому что их уведут в плен. Все ваши деревья и плоды вашей земли станут добычей преданных насекомых. Переселенцы, что живут среди вас, будут возноситься над вами все выше и выше, вы же будете опускаться все ниже и ниже, они будут давать вам взаймы, и вы не сможете одалживать им, они будут головой, а вы хвостом. Картина описана выше, картина под названием благословения Божия переворачивается и вы оказываетесь не народом дающим взаймы, не народом являющимся головой всего людского племени, а наоборот, вы берете взаймы и на племеннике возносятся, вас покоряют, вас завоевывают, в плен уводят, и вы оказываетесь хвостом всех, всего человечества, вы ничем не управляете, вами управляют, кто обладает властью. Все эти проклятия сбудутся, они станут вас преследовать и настигнут, вы будете уничтожены за то, что не слушались Господа вашего Бога, не исполняли повеления и предписания, которые Он вам дал. Это будет знамением и знаком, явленным на вас и на ваших потомках вовек. За то, что вы не служили Господу вашему Богу в радости и веселье среди изобилия, вы будете служить врагам, которых Господь пошлет на вас в голоде и жажде, в наготе и нужде. Тут, друзья, очень сильно мыслят, у нас стих 48-й. Мы не можем никому не служить, в этом отношении мы всегда рабы, мы рождаемся как рабы и живем как рабы имираем как рабы. Мы рабы чего угодно, таких вещей, как чувство голода, усталость, мы рабы своих эмоций, своих страстей, мы рабы, когда мы охвачены такими вещами как мода, как престиж, как желание быть первым. Мы всегда чем-то или кем-то управляемы. Мы рабы нашего начальника на работе в государстве, мы рабы внушаемых нам идеологий. Вот, раб, 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 но в этом отношении у каждого человека есть выбор того, кого рабом он является. И вот идеал ветхозаветного такого повествования то, что вы можете быть народом свободным, но для этого нужно быть рабом Бога. То есть, раб Бога является ничем больше рабом и поэтому в отношении таком вот со стороны он может быть назван свободным человеком. Ты раб Бога, и ты больше ничей раб. С другой стороны, ты не раб Бога и ты раб всех кого угодно, всех прочих народов. Издалека с края земли Господь ведет народ, который устремится на вас с быстротой орла. Это будет народ, чьего языка вы не понимаете, народ наглый, который не почитает целиков и не щадит юношей. Ну, вот это завоеватели, друзья, это какие-то ассирийцы или вавилоняне, видите, они нахальные люди. Ваши старики для них ничего не значат. Они не почитают старость ваших стариков. Своих почитают возможно, но ваших стариков они старость не почитают. И ваших юношей он не щадит. Подросток для него это есть ничто. И он готов его убить, унизить, купить, продать и так далее. Вот ужас завоевания. Враги съедят ваш скот и урожай, и вы умрете. Они не оставят вам ни зерна, ни вина, ни оливкового масла, ни приплода коров, ни приплода овец и коз, и вы погибнете. Они осадят все ваши города по всей вашей земле и рухнут высокие укрепленные стены, на которые вы надеетесь. Они осадят все ваши города по всей земле, которую отдает вам Господь ваш Бог. Замечу, что это все есть слова, приписываемые Моисею, находящемуся за Иорданом в земле, условно говоря, Моавистской, до самого даже начала завоевания земли. И вот как литературный мир, генерируемый этим повставанием, нам сообщает, это такое как будто бы грустное пророчество. То есть вас все это тоже будет ждать, это будет тоже частью вашей многовековой истории на этой земле, которую Господь ваш, Бог вам отдает во владение. Дальше будут самые сильные слова, самые мрачные слова всего этого текста, описание осады. И вот, скорее всего, редактор, переписывающий, переформулирующий эти слова, эту традицию, и видел эту осаду, знал об этих осадах, был, может быть, самим осажденным. И все, что написано здесь ниже, это есть часть его личного травмирующего, уничтожающего опыта. Почитаем, друзья, реалии древнего мира, реалии каждой до сегодняшнего дня войны. Вот до сегодняшнего дня война есть что-то подобное вот этому описанию. В осаде, в крайностях, до которых доведут вас враги ваши, вы будете есть детей своих, будете есть плоть тех сыновей, и дочерей, что даровал вам Господь ваш Бог. Описывается крайняя степень одичания, вызванная голодом, безнадегой вы будете есть своих детей. Мужчина, никогда изнеженный и избалованный, будет злобно смотреть на брата, жену и оставшихся детей, ибо он ни с кем не захочет делиться плотью детей своих, которые он поедает, не имея другой еды в осаде, в крайностях, до которых доведут его враги во всех ваших городах. Женщина, никогда столь изнеженная и избалованная, что даже не ступала ногой на землю, будет злобно смотреть на мужа, сына и дочь, и напослед, что выходит из ее лона, и на младенцев, которых она рожает, ибо она будет тайком поедать их от голода, в осаде, в крайностях, до которых вас доведут враги ваши в ваших городах. Ужасные стихи, ужасная картина описывается здесь, и, конечно же, в этой картине есть очень много связанного с педагогикой, с назиданием, с наставлением. Если будете плохо себя вести, о маленький евреи, то это будет частью вашей истории. Мораль себя плохо не ведите, этого не будет. Если вы не будете строго соблюдать и исполнять закон, записанный в этом скидке, не будете со страхом чтить славное и страшное имя Господа вашего Бога, то Господь пошлет вам и вашим потомкам небывалые несчастья, великие и неприходящие, пошлет болезни тяжелые и продолжительные. Он снова поразит вас всеми египетскими болезнями, которых вы так боитесь. Они станут вашим уделом. Господь пошлет вам и такие болезни и несчастья, которых не написано в этом свитке в законе, и вы погибнете. Хотя вы и стали многочисленны, как звезды на небе, лишь немногие из вас уцелеют. Многие погибнут за непослушание Господу вашему Богу. Как радовался Господь, творя вам добро и делая вас многочисленным народом, так же будет он радоваться, уничтожая истребляя вас. Вы будете смятены с той земли, в которую вы ныне идете, чтобы овладеть ею. в стих 63 он очень мало понятен, говоря мягко, потому что описывается то, что Бог будет радоваться, исполняться каким-то радостью, уничтожая свой народ. Не будем комментировать, потому что сложно комментировать эти стихи. Господь рассеет вас среди всех народов от края и до края земли, и там вы будете служить другим богам, которых ни вы, ни отцы ваши не знали камням и деревяшкам. Но описывается здесь изгнание в Месопотамию, в Междуречки, в Вавилонию, в Персию, в Осирию, где многие евреи ассимилировали и принимали как часть своей жизни почитание местных божеств, участие в местных культах, и в этом отношении все эти люди являются теми, кто поклоняются камням и деревяшкам, что является для каждого еврея чем-то смешным, порочным и позорным. Среди этих народов не будет вам покоя, ноги ваши не будут знать отдыха. Там Господь заставит сердце твое трепетать, глаза угасать, а душу изнемогать. Вот описывается ситуация изгнания. Твое сердце трепещет, глаза гаснут, душа изнемогает. Твоя жизнь будет висеть на волоске, ты станешь дрожать от ужаса и днем, и ночью. Ты не будешь знать, останешься ли жив. Утром будешь говорить, скорее бы вечер, а вечером скорее бы утро из-за страха, что овладеет тобою. Из-за всего, что ты увидишь, Господь вернет вас в Египет на кораблях тем самым путем, про который я говорил вам, чтобы вы никогда больше его не увидели. И там все вы, мужчины и женщины, будете предлагать себе в рабы, врагам своим, но покупателя на вас не найдется. Бог угрожает, или Моисей грозит тем, что священная история, начавшаяся с освобождения в Египте, с победой над фараоном и всем его войском, как будто бы будет обращена вспять. Вы обратно вернетесь на ту землю, на берега реки Нил, будете там опять обитателями, но будет еще хуже, потому что даже там, даже являясь рабами, вы никому не будете нужны. И вот здесь, достигая какого-то максимума или максимальной глубины, иначе говоря, описания возможного грядущего бедствия. Заканчивая чтение и комментирование главы, скажу, что все это касается не только ветхого Израиля, евреев по плоти, это все касается, друзья, Израиля нового, народов христианских, и скажу, что в 20 веке была масса историй, когда все описанное здесь было обращено на христианские народы, на православные народы, когда все, что описано здесь, и голод, и рабство, и несвобода, и когда все не так, нет урожая, нет приплода, нет обогащения, и всем вы должны, когда все это оказывается как будто бы тем, что падает на плечи, на судьбу, на историю христианских народов. Все это есть и часть нашего, друзья, пути. Заканчивая разговор, можно еще раз порассуждать, но вот как так, что же делает Бог с народом со своим, с евреями, нового или ветхого завета, что он делает с нами, он нас благословляет, или он нас проклинает, да, но вот, конечно же, он нас благословляет, и всегда есть возможность идти по пути благословения Божьего, и путь обозначен, эти вихи этого пути, эти знаки, они все, путь, короче, размечен, знаки выставлены, куда идти, нам понятно, но с другой стороны, как лицо, вошедшее в особенно плотные, тесные отношения со своим народом, Израилем, Ветхого Нового Завета, Бог является тем, кто особенно внимателен и к нашим промахам, и к нашим неудачам, и к нашему отступлению. Вот такова цена личных отношений с Богом. Ты являешься в особой степени, в особой мере объектом Божьего благословения, но в случае пути греха, когда ты отказываешься служить Богу и идти по Его заповедям, по Его заветам, ты делаешь себя объектом Божьего гнева и Божьего проклятия. Дорогие друзья, лекция окончена, спасибо за внимание, не болейте из Петербурга и из собора Федоровского священник Алексей Волочков. Всего хорошего, с Богом.